Ничто иноземное нам не чуждо, говорит с улыбкой брещанин Виталий Гринев, который основал команду любителей американского футбола и успешно, так сказать, толкает ее в массы. Игрой заинтересовался еще будучи мальчишкой. Еще бы, сильные мускулистые ребята гоняют по полю овальный мяч, и главное, никакие правила им не нужны. Это первое впечатление от первого просмотра фильма про американский футбол. Хочу заниматься, но такой спортивной секции в Бресте в то время не оказалось. Хочу переросло в мечту, а в мечта должна сбываться. Поэтому, уже будучи достаточно взрослым, Виталий организовал клуб самостоятельно. Сам американский футбол мне нравился с детства по фильмам, но всегда он казался каким-то не чужим, а именно таким неизвестным видом спорта, потому что в школе никаких основ американского футбола не было, в отличие от баскетбола, футбола европейского, волейбола. И по фильмам просто вызывало интересные эмоции. Все, что проходило на поле. Потом, буквально 2-3 года назад, я решил просто посмотреть американский футбол игру на английском, в интернете, просто скачал, посмотрел. Потом начал в интернете, ВКонтакте искать ресурсы, где можно больше узнать. Оказалось, что, во-первых, был удивлен, что в Беларуси американский футбол с 91-го года, команда «Зубры» Минская. Во-вторых, в России он был и развивается до сих пор. Много русскоязычных сообществ, где можно много узнать информации. И я начал следить за чемпионатом NFL. Это национально-футбольная лига американская. Что такое американский футбол? Если следовать Википедии, это своеобразный микс регби и сокера. Правда, сегодня он видоизменился и приобрел статус самостоятельной спортивной дисциплины. Цель игры – занести мяч в зачетную зону соперника или забить его в ворота, за что команда получает очки. Плюс ко всему, просто необходимо быть физически развитым, но и достаточно расчетливым в плане умения рассчитывать всевозможные ходы. Тренировки проходят 6 раз в неделю в основном. Это в летнее время идет 3 тренировки на поле и 3 тренировки в тренажерке. Ну, либо 2, у кого как получается. А в зимнее мы перешли сейчас 2 тренировки в зале, либо на поле, смотря какая погода, и 3 тренировки в тренажерном зале. Изменилось вообще мышление и представление об этом. В виде спорта после того, как вы начали заниматься. Ну, да, изменилось. Начинаешь видеть, даже когда идешь по улице, начинаешь видеть такие ситуации, когда можно быстрее пройти. Если у нас позиция есть, бегущий, задний бегущий, ему надо найти коридоры, так сказать, чтобы пройти быстрее через защиту и занести мяч подальше. То на улице начинаешь замечать за собой, что тоже начинаешь так ходить везде между людьми. Любимый американцами американский футбол в Европе такой популярностью не пользуется, но все-таки своих почитателей имеет. У белорусов этот вид спорта также приобрел некую любовь. Правда, пока еще небольшую. В Синёко имеются только две профессиональные команды – «Минские зубры» и «Литвины». Региональные клубы еще не так развиты, но у них есть возможность участвовать в Восточной лиге американского футбола. Брещанам пока еще рано об этом думать, шансов маловато. Но кто стучится в дверь, тому открывают. А брещане народ упрямый, если нужно достучаться. Мы нацелены на то, чтобы создать настоящую профессиональную команду. Ну, как профессиональную, на нашем уровне. Вообще в СНГ нет профессиональных команд, все любительские, то есть зарплату никто не получает. Только в Америке. Официально только в Америке. Ну и в Европе, как бы, там уровень тоже намного выше. Допустим, в той же Польше уже 70 команд. Сейчас вот мы как раз в процессе официальной регистрации в Исполкоме как общественное объединение, спортивный клуб. Потом мы пока за свой счет, за взносы командные, собираемся приобрести базовый комплект формы, там шлем-каркас на 10 игроков. И Белорусская Федерация Американского Футбола тоже пытается всевозможным способом помочь. Они тоже на льготных условиях в рассрочку предоставляют оборудование, каркасы, и мы, так сказать, может в очереди стоим за этим. Для белорусов американский футбол еще слишком не изученный вид спорта. И кто знает, сколько должно пройти времени, чтобы эта игра увлекла не десяток и не сотню людей. Но если есть ребята, которым действительно это нравится, то они обязательно достигнут нужного уровня.